Минувшая неделя оказалась насыщенной. КАМАЗ нацелился выпускать иностранные компоненты без иностранных партнёров, а кроме того привезёт запчасти для иностранных грузовиков. При этом выпуск новейшего КАМАЗа К5 фактически не прервётся. Накопленный запас комплектующих позволяет выпускать и семейство К4, и серию К5 до конца года. Параллельный импорт, на который возлагает надежды весь российский автобизнес, наконец-то сможет заработать не только для запчастей, но и для автомобилей. Правительство разрешило юрлицам ввозить новые машины, минуя сложнейшую процедуру одобрения типа транспортного средства. АвтоВАЗ предпринял попытку вернуться к производству не только упрощённых, но и нормальных автомобилей с АБС и подушками безопасности. С конвейера сходит ограниченная партия Ларгусов, а также трёхдверные и пятидверные Нивы. А оборонный концерн Алмаз-Антей выдал скупую, но свежую порцию подробностей о газоэлектрическом кроссовере ИНИВА, с которого мы и начнём этот выпуск. В России появилась традиция — все важные автомобильные новинки сначала показывают чиновникам. Например, компактный кроссовер ИНИВА от оборонного концерна Алма-Антей сперва показали новоиспечённому вице-премьеру, а по совместительству — министру промышленности и торговли Денису Мантруву. Причём не на Абуховском заводе в северной столице, где Ниву разрабатывают в партнёрстве с Петербургским политехом, а на молодом Нижегородском заводе имени Семидесятилетия Победы, который тоже входит в концерн Алма-Антей, но выпускает компоненты зенитно-ракетных систем. Казалось бы, при чём здесь автомобили? Впрочем, место производства Нивы ещё не определено. И от конвейера ходовой макет очень далёк — даже интерьер выполнен приблизительно. Как и на прошлогодних фотографиях узнаваем, например, руль и мелкая фурнитура от Шкоды. Технической информации мало. Платформа Нивы рассчитана на легковые и коммерческие автомобили и позволяет поставить два электромотора общей мощностью до 435 сил. Кроме того, предусмотрен водородный вариант и гибриды с газовым двигателем. К слову, базовый гибрид обещают с запасом хода до 1000 км, а подзаряжаемый от розетки — до 810 км. По расчётам, до первой сотни подключаемая Нива должна ускоряться за 8,5 секунд. А ещё заявлена небывалая для плагина 70-киловаттная батарея — сейчас столь ёмкие аккумуляторы встречаются только на чистых электромобилях. Параметры эти очень амбициозны, а потому логично, что сроки воплощения не называются. Упомянутый петербуржский политех разработал ещё два проекта — глубокую модернизацию УАЗа Патриот, отложенную Солерсом по финансовым соображениям, и крохотную электрическую трёхдверку КАМА-1. Причём заказчик последний — КАМАЗ — остался крайне недоволен работой. Во всяком случае, камазовцы говорят об этом почти открыто. Поэтому КАМА-2 будет совсем другой. Как сообщает DROM, разработчики готовят переднеприводный, переднемоторный и пятидверный хэтчбэй длиной 3 метра 75 сантиметров. Притом кузов будет не каркасно-панельным, а металлическим, пригодным для конвейерной сборки. Дизайн, по информации издания, нарисовала некая итальянская фирма. А вот шасси под двигатели мощностью от 95 до 130 сил проектируют своими силами. Аккумулятор планируется разместить внутри базы. Кстати, недавно исполнительным директором АОКАМА стал Харальд Грюбель, ранее занимавший пост вице-президента АвтоВАЗа по инжинирингу. Возможно, его приход активизирует работу. Кроссовер Kia Sportage нового поколения долго простоял перед дверью ведущей на российский рынок. В самом конце прошлого года московский офис компании Kia успел объявить стартовую цену — 2 миллиона 330 тысяч рублей за версию с автоматом. Более того, 21 февраля автомобили начали собирать на калининградском автоторе. И до остановки конвейера на заводе успели выпустить несколько сотен таких кроссоверов. Но потом случилось то, что случилось. В итоге собранные автомобили встали мёртвым грузом на складах представительства. И эти запасы наконец решено распродать, навесив свежие ценники. Итак, в базовой версии корейский кроссовер теперь будет стоить 2 миллиона 900 тысяч рублей. За эти деньги клиент получит двухлитровую версию, оснащённую не автоматической, а механической коробкой и передним приводом. В списке оборудования значатся кондиционер, шесть подушек, штатная медиасистема и некоторые другие приятности. Версия Comfort, которую весной хотели продавать за 2 миллиона с третью, теперь стоит больше трёх миллионов. Всего же приготовлены 9 двухлитровых модификаций. Ещё пять — с мотором на 2,5 литра, и топовая версия облегчит кошелёк сразу на 4 миллиона. И это без учёта неизбежных дилерских накруток. Кстати, задержкой успели воспользоваться серые продавцы, которые начали привозить Sportage нового поколения из Казахстана, Кореи и Эмиратов. Причём и с длинным кузовом, как у машин российской сборки, так и с коротким, как в Западной Европе. Но теперь этой дилерской вольнице придёт конец. Между тем, упомянутый автотор по итогам 2021 года выплатил больше 130 миллиардов рублей налогов. Это, на секундочку, больше половины от всей суммы, что удалось собрать в Калининградской области. В этом году результат будет заметно хуже, ведь сборка BMW, Hyundai и Kia остановилась по причине логистических проблем и санкционных ограничений. Между тем, сама компания ищет новые способы выхода из жёсткого кризиса. Так, согласно планам, в 2023 году автотор собирается запустить сразу семь новых заводов для выпуска электромобилей и комплектующих. На новых мощностях планируется производить электродвигатели, тяговые батареи, инверторы, подрамники и многое другое, включая жгуты проводов и системы вентиляции. Кроме того, на основной площадке будет выполняться литьё из цветных металлов. Правда, в условиях санкций, когда, например, транзит товаров через Литву полностью не восстановлен, быстро организовать сразу семь производственных площадок — задача сверхтрудная. Презентация рестайлинговой «Лады Весты» прошла 22 февраля. Но затем началась российская спецоперация, что повлекла за собой массовый исход иностранных поставщиков и серьёзный кризис поставок автокомпонентов. Между тем, вазовцы показали только внешность новинки, не успев раскрыть салон. Так что оценить оформление перекроенного интерьера мы сможем только по цветным иллюстрациям из патентных документов. По предварительным данным, которые приводит лично глава автогиганта Максим Соколов, начать выпуск новинки удастся не раньше, чем через полгода. При этом АвтоВАЗ готовится пересмотреть, то бишь сократить, набор электронных компонентов. Кроме того, ещё в мае автогигант планировал порадовать публику новыми Логаном и Сандеро. Однако теперь, когда группа Рено покинула Россию, судьба франко-румынского семейства не очевидна. Теоретически АвтоВАЗ может выпускать его под маркой Lada, но захочет ли? Уже объявлено, что выпуск каждого Рено требует отчисления роялти — лицензионного вознаграждения. А в нынешних условиях, когда поставки комплектующих нестабильны, затевать такую авантюру крайне рискованно. Проект рискует обернуться убытками. По этой же причине руководством компании на неопределённое время отложен перезапуск Дастера. Напомним, что вместе со всеми активами французского автопроизводителя АвтоВАЗу вдобавок досталась оснастка для выпуска этого кроссовера. Но её перевозка из Москвы в Тольятти займёт около года. Плюс туман с импортом компонентов, ведь двигатели Дастера собирались во Франции и Испании. Что касается текущего положения дел, то помимо классической Нивы и упрощённой Гранты, ВАЗовцам удаётся наладить сборку Ларгусов. Причём не упрощённых, а обычных — с АБС и подушками безопасности. Сварка кузовов уже заработала. И за пятницу 22 июля конвейер должна была покинуть первые сотни машин. Однако эта партия будет ограниченной. Накопленных комплектующих хватит примерно на 1800 штук. Поэтому о полноценном перезапуске Ларгуса нам придётся рассказывать отдельно и позже. У Гранты показатели лучше. При двухсменном графике заводчане выпускают по 650 машин каждые сутки. Притом около половины оснащены кондиционерами корейского производства. Очевидно, что Lada вскоре назовёт стоимость этой долгожданной опции. Ещё одна позитивная новость — с конвейера сошло около сотни хорошо упакованных трёх- и пятидверных Нив. Все они оборудованы антиблокировочной системой и другими докризисными опциями, небольшие запасы которых нашлись на заводских складах. К слову, эти самые склады сейчас наполняются комплектующими для Нивы Тревел, перезапуск которой назначен на август. И лишь X-Ray не планирует возвращаться. По слухам, этот хэтчбэк покинул вазовскую гамму навсегда. Российское правительство временно разрешило регистрировать импортируемые автомобили без системы «Эроглонасс». Послабления пока рассчитаны на полгода — до 1 февраля 2023-го. Напомним, что аналогичные моратории ещё в 2018 году вводили для Дальнего Востока, а с сентября 2021-го не оснащать «Эрами» автомобили разрешили и российским заводам. Ещё интереснее, что это же правительственное постановление номер 1269 разрешает ввозить новые машины без получения одобрения типа транспортного средства не только частникам, но также юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям. Для этого достаточно получить заключение экспертной организации, то есть института НАМИ, заменяющая сертификат о безопасности колёсного транспортного средства. Иными словами, по схеме единичных транспортных средств юрлицам разрешили ввозить не только «БУшки» старше трёх лет, но и любые другие автомобили. До сих пор компаниям полагалось импортировать новые автомобили согласно одобрению типа, а это крайне сложная и дорогая процедура с обязательными краш-тестами. Именно поэтому сертификацией занимались только сами автопроизводители и генеральные дистрибьюторы. Теперь же параллельным импортом новых машин смогут заняться не только физические, но и юридические лица. А это значит, что российские дилеры получают возможность пополнить свои склады. В последнее время марку «КамАЗ» чаще всего вспоминали, обсуждая марку «Москвич», ведь грузовой автогигант стал производственным партнёром столичного правительства, что поставило перед собой амбициозную цель перезапустить бывший московский завод «Рено». Однако и в сегменте коммерческого транспорта накопилось немало интересных новостей. В частности, газета «Авторевью» рассказала, что челнинцы накопили достаточное количество компонентов, чтобы собрать в этом году более 600 машин новейшего поколения К5. Саму модель ждёт модернизация. Кабины, разработанные «Мерседесом», полностью локализуют. Вместо двенадцатиступенчатого робота CTF Traxxon и ведущего моста будут поставляться аналоги, очевидно, китайского происхождения. На место рядной шестёрки «КамАЗ-910» рабочим объёмом 12 литров придёт аналогичный, но 13-литровый мотор. По неофициальной информацией его назовут «КамАЗ-915». Новинка, как уверяют, будет мощнее и экономичнее предшественника. Параллельно грядут перемены и в электронике. Дисплей медиасистемы станет намного крупнее, за счёт чего удастся минимизировать число физических кнопок. Приборный щиток сделается полностью электронным. Если перезапуск серии пойдёт по намеченному плану, такой тягач должен появиться буквально через полгода — в самом начале 2023-го. Далее последует черёд самосвалов, а на рубеже 2023-го и 2024-го годов — даже электрогрузовиков. При этом «КамАЗ» собирается перейти на отечественные электрику и электронику, а также ввести рекордный межсервисный интервал на уровне 150 тысяч километров. Что касается классического модельного ряда К3 со старыми кабинами, то его также ждут весьма серьёзные перемены. Так, моторы Cummins и коробки CT, в которые сейчас собирает «КамАЗ», будут национализированы, локализованы и лишатся прежних имён. 9-литровый Cummins ISLE будет именоваться «КамАЗ-667», а немецкие коробки получат индексы 2131 и 2181. Притом, по информации издания, локализация механических трансмиссий идёт полным ходом. Параллельно готовятся родные восьмицилиндровые моторы 740-й серии, отвечающие нормам Евро-5. Им вместо топливной аппаратуры Bosch предстоит примерить продукцию алтайского завода прецизионных изделий. Но самое интересное — кабинный модуль переживёт рестайлинг. Немолодую машину снаружи стилизует под современное поколение К5. Внутри появится новая передняя панель, подрессоренное кресло и другие приятности. Кроме того, «КамАЗ» решил заняться параллельным импортом запчастей. Как сообщает газета «Авторевью», в набережных Челнах готовы торговать деталями для грузовиков большой европейской семёрки. Коротко напомним предысторию. После того, как «Мерседес», «Вольво», «Скани», «Ман», а также и «Века», «ДАВ» и «Рено» прекратили поставки не только техники, но и компонентов, с обслуживанием автопарков оригинальными запчастями возникли определённые проблемы. Однако «КамАЗовцы» подобрали более 600 позиций оригинала для «Мерседесов» и около 200 — для «Вольво», «Скани» и «Манов». Их будут распространять через магазины официальных дилеров «КамАЗа». О том, смогут ли эти сервисы вдобавок ремонтировать европейцев, не сообщается. Но сам факт того, что «КамАЗ» стремительно занимает освободившуюся нишу, безусловно, вызывает уважение. И ещё один инсайд от наших коллег. Тоже авторевью рассказывает, что проект «Компас» передан из ведения «КамАЗа» компании Daimler Kamas Rus, или DK Rus, которую вместо немца Андреаса Дойшля недавно возглавила бывший финансовый директор Оксана Карахова. Напомним, что «Компас» представляет собой бескапотный среднетоннажник «Джак», который «КамАЗ» выпускает под собственной маркой. В набережных челнах освоили сварку кабин, а также комплексную сборку этих машин. Если информация издания верна, то формальная смена производителя может быть попыткой вывести «Джак» из-под возможных вторичных санкций. Ведь «КамАЗ» теперь находится под адресными ограничениями со стороны США. Возможно, именно из-за этого концерн «Вейчай» отказался отгружать российскому партнёру свои газовые двигатели. А ведь этот же производитель делает столь нужные камазовцам мосты «Ханьде» и коробки «Фастгир».